Девушки отдыхают Девушки отдыхают Храм великого равноапостольного князя Владимира едва мог нести всех верующих. По окончании богослужения был совершен крестный ход. Священнослужители прочитали молебен, а затем состоялось освящение воды, которое является символом этого праздника. Но крещение очень важно для нас еще и в том плане, что Господь, когда Он вошел в струи орданские реки, Он осветил воды, осветил все в одно естество человеческое, которое было подвержено после грехопадения человека, было подвержено, как бы, одержимое было дьяволом. И Господь осветил эти воды и дал нам в освящение. Потому что вода обладает великой силой. Каждый год православные христиане всего мира отмечают великий православный праздник – День Крещения Господня. И сегодня жители села Карловка и близлежащего района собрались здесь, чтобы по традиции осветить воду и окропить себя ей. Хотя священный обряд продолжался всего час, люди начали собираться задолго до приезда служителей православной церкви. И стар и млад пришел сюда, чтобы священник своей благословенной рукой осветил их воду. В этот великий праздник принято прощать друг друга и избавляться от злых помыслов. Поэтому неудивительно, что само небо раскрылось в эти минуты над головами прихожан, осветив их золотистыми лучами зимнего солнца. Один за другим люди заходили в воды Карловского водохранилища, чтобы очистить свое тело и душу от всякого зла. В этот праздничный день вместе с простыми горожанами принять участие в традиционной церемонии приехали руководители Донецкой обл. госадминистрации и города Красноармейска. Красноармейское ЖЭО по праву считается крупным многопрофильным коммунальным предприятием. Трудятся здесь более 300 человек, которые занимаются ремонтом и эксплуатацией жилого фонда, а это без малого 600 тысяч квадратных метров жилья. Также они занимаются уборкой прилегающих к домам территории, ремонтом внутренних инженерных сетей и коммуникаций. Имеют предприятие свою абонентскую регистрационную службы. Гордостью ЖЭО является ремонтно-строительная бригада, состоящая из опытных влюбленных в свое дело работниц. Но основная нагрузка по обслуживанию жилого фонда сосредоточена на четырех жилищно-эксплуатационных участках. Наиболее крупные из них четвертые работники которого под руководством Елены Шрутиной обслуживают 63 дома на микрорайонах Лазурный и Солнечный и ЖЭО-3 микрорайона Шахтерский. Ежедневно в любое время дня и ночи квартиросъемщики обращаются в участок со всевозможными коммунальными проблемами. И как правило здесь им в помощи не отказывают. Именно тесный постоянный контакт с людьми налагает на коммунальников немалую ответственность. Что впрочем не мешает, а скорее способствует их работе. Работаем с людьми, соприкасаемся с живыми людьми. И очень приятно иногда слышать от них благодарности, получаемые работниками, и дворниками, и слесарями, и сварщиками. И люди привыкли уже к этой работе. Они ценят эту работу. И даже многие не хотят отсюда выходить. В Красноармейском ЖЭО, несмотря на определенные финансовые трудности, связанные в первую очередь с неплатежами, дебюторская задолженность здесь превышает 1 миллион гривен, кадровой проблемы как таковой не существует. Подавляющее большинство трудящихся работники со стажем. Дворник Нина Митрофановна Карих, четверть века проработавшая в ЖЭО, очень любит свою работу и относится к ней добросовестно. Пришла работать. Дети были маленькие, а потом и не хотела менять работу, уже привыкла. И коллектив хороший у нас. И работаю, и работаю. Если сам будешь трудиться, будет хорошо. Радостно, когда свой участок, свой микрорайон чистый. В ходе торжественного собрания, состоявшегося в Дворце культуры по случаю Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, Красноармейский городской голова Николай Примаченко высоко оценил работу ЖЭО, вручив руководителю и работникам предприятия грамоты и ценные подарки. Коллектив ЖЭО сегодня один из лучших в области по постановке работы, по оказанию услуг, по внедрению новых методов в работе и в обслуживании жилого ввода. Поэтому ихний труд сегодня оценен, и я все-таки желаю этого коллектива так держать. Само название предприятия свидетельствует о его специфике. Ремонт бытовой телерадиоаппаратуры, видеотехники, прокат телевизоров остается одним из ведущих направлений в работе завода. Наряду с этим здесь производится ремонт холодильников и стиральных машин. К услугам жителей города – монтаж систем спутникового и эфирного телевидения. Сравнительно недавно в заводе были созданы бригады профессионалов по принципиально новым видам бытовых услуг. Это внутренние системы водоснабжения, канализации. Работает целая бригада, которая по технологиям Германии, Италии, то есть наиболее экологически чистые материалы используются для этого, технологии, я еще раз говорю новые. Также мы занимаемся установками кондиционеров, оконных кондиционеров, сприт-систем. Это то развитие, которое мы сейчас взяли на него направление, занимаемся. Следует отметить, что специалистами завода были установлены кондиционеры в Большом сессионном зале городского совета, в здании городского отделения пенсионного фонда, редакции газеты «Маяк». Несколько сплит-систем были установлены в административном комбинате шахты «Краснолиманская». В скором времени новоселы реконструированного дома на микрорайоне «Солнечность» смогут убедиться в преимуществах систем тепловодоснабжения и канализации, смонтированных бригадой предприятия. Именно работа в условиях рынка заставила руководство завода организовать многопрофильную деятельность, которая дает свои результаты, что позволяет работникам предприятия достойно встретить профессиональный праздник. Прежде всего, естественно, хочется пожелать им здоровья, счастья, удачи. Я думаю, что мы выживем в это время в любом случае. Вот уже 8 лет ансамбль танца «Магия» покоряет сердца зрителей. Коллектив посещают дети с 4 лет и до студенческого возраста. Всего около 95 человек. Ребята – постоянные участники городских концертов. Знают о них и в Донецке. В 1998 году они заняли первое место в областном конкурсе. В 1999-м стали лауреатами и призерами конкурса «Стиль 2000». В прошлом году девчонки были лучшими в номинации «Оригинальная композиция». А руководит этим дружным коллективом Людмила Роскошная, опытный и талантливый наставник. Хорошая учительница. Да, самая лучшая учительница. Конечно, нравится. Потому что, правильно сказала, учительница у нас хорошая. Даже, можно сказать, прекрасная. Все мальчишки и девчонки стараются регулярно посещать занятия. Ребята танцуют практически все танцы. Младшие группы народные. Девчонки постарше – современные, ритмичные. Делают они это очень хорошо. Но у каждого есть свой любимый танец. Вальс. Морячка. Зима. Русская. А мне зимушка. Зимушка. Любопытно. Вопреки распространенному мнению о том, что детей заставляют танцевать родители, ребята ходят на занятия абсолютно добровольно. И получают от этого настоящее удовольствие. Почему же дети ходят на эти занятия? Ну, это мое увлечение. Я сюда хожу очень долго. Потому что танцевать – здоровье появляется, когда танцуешь. Ребят и их руководители Людмилу Роскошную поддерживают во всех начинаниях родители. Они помогают шить костюмы, выезжать на концерты. Что бы там ни говорили, здорово, что у нас у детей есть такая радость, такое увлечение, как танец. КОНЕЦ Самым знаменательным событием этой субботы стали соревнования по футболу среди ветеранам, посвященные Дню Защитника Отечества. Игры проходили на стадионе Олимпиец. Матчи принимали в участие команды из города Красноармейска, Селидова, Родинска, Димитрова и поселка Динасового завода. Организаторами соревнований стали «Красноармейская федерация футбола и общество с ограниченной ответственностью. Регион». На открытии первенства по футболу присутствовал и красноармейский городской голова Николай Петрович Римаченко. Самому младшему участнику соревнований было 35, а самому старшему 58 лет. Лучшими игроками турнира признаны Петрик Сергей Иванович из команды города Селидова и Карасев Алексей, игрок команды города Красноармейска. По итогам турнира третье место заняла команда динзавода «Металлург», второе место красноармейские футболисты и первое место заняла команда «Шахтер» из города Селидова. «Я думаю, что мы достойно победили. Ребята у нас дружные, много лет вместе играем между собой. Уже 15-20 лет между собой играем. Наигранная команда. Они первый раз в прошлом году выиграли такой же турнир. Позапрошлым году в Димитрово выиграли, в Родинске мы выиграли такой же турнир. Так что у нас ребята все, можно сказать, что и в горе, и в радости всегда вместе, и даже за столом». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова